Компания Кумтор продолжает поддерживать проекты, нацеленные на духовное и физическое развитие молодежи. Уже несколько лет крупнейшее добывающее предприятие в стране выделяет деньги на строительство спортивных учреждений и домов культуры в селах Иссык-Кульской области. Помимо этого, кумторовцы помогают с оснащением клубов и спортзалов тренажерами и необходимым оборудованием. Подробности в сюжете. Заведующий клубом села Ануэстон к новой аппаратуре еще не привык. За пять лет работы на этой должности он только месяц исполняет свои прямые обязанности. Все эти годы старое здание клуба пустовало и заведовать было практически нечем. Клуб был в аварийном состоянии, потом начали заново строить. Я тут был то прорабом, то охранником. Старожил стройматериалы, помогал рабочим. Теперь вот когда клуб в таком состоянии, душа радуется. Теперь займемся своим делом. И о культуре подумать пора. Одна сельчане моя не нарадуется, как и я. На покупку необходимой мебели и клубной техники компания Кумтор выделила 814 тысяч сомов. В новый дом культуры не стыдно приглашать даже столичных артистов, говорят о ксакалы села. Молодежи планируют ежемесячно проводить конкурсы Иркесе, так называемые сельские вечера. Если в Ануэстон молодежь развивается духовно, то в соседнем селе Балтабай Джетеугусского района делают ставку на физическое развитие детей. При финансовой поддержке золотодобывающей компании здесь полностью оборудовали спортивное помещение. Три многофункциональных тренировочных стола, гантели, маты для зала греко-римской борьбы. Новый спорткомплекс начал функционировать всего три месяца назад, но результаты не заставили себя долго ждать. На Ноурус участвовал в соревнованиях в Джетеугузе и занял там первое место. Наградили дипломом и денежными призами. Сейчас в спортивном зале тренируется более 60 ребят, и каждый из них мечтает в будущем стать знаменитым спортсменом. Новый образ жизни сельской детворы становится заразительным и для взрослых. В зал потянулись родители юных борцов. Тренерам пришлось пересмотреть свой рабочий график и сформировать отдельную вечернюю группу для этой возрастной категории.